Каких только музеев нет на белом свете. Есть музей инопланетян, музей сновидений Зигмунда Фрейда или, к примеру, музей творчества душевнобольных, который был открыт в 1974 году при кафедре психиатрии и наркологии. Первоначально экспонатами музея были черно-белые копии рисунков, выполненных пациентами, которые лечились от алкоголизма, будучи профессиональными художниками. Но в 1995-м экспонаты музея были модернизированы. Сейчас там представлены копии рисунков больных, сделанные на цветном ксероксе. Выбор рисунков для музея производится по следующим двум критериям. Во-первых, в этих рисунках должны быть отражены различные виды психопатологических переживаний. Во-вторых, они должны быть достаточно выразительными, то есть стоять по возможности на высоком формальном уровне. Среди работ душевнобольных всегда есть и будут такие, которые на основе своего высокого формального уровня и гармоничного совпадения формы с идейным содержанием, вполне могут быть признаны художественным произведением. Часть очень интересных рисунков, отвечающих этим требованиям, тем не менее, не экспонируются в музее по этическим и правовым мотивам. На это нет согласия их авторов. Музей творчества душевнобольных на кафедре психиатрии и наркологии используется в основном в учебных целях. А вот на территории Великобритании, в готическом замке Литц, открыт музей собачьих ошейников. В нем выставлена уникальная коллекция ошейников со времен Средневековья и викторианской эпохи. Первые экспонаты появились здесь в 1979-м, когда Гертруда Хант подарила свою коллекцию замку Литц в память о своем муже Джоне Ханте, выдающемся специалисте по истории Средних веков. С тех пор коллекция пополнялась до сотни ошейников и других собачьих аксессуаров. От строгих ошейников, которые скорее напоминают оковы для больших охотничьих собак, до стильных экспонатов, сделанных уже в нашем веке. Весьма интересно то, что большинство ошейников 15-го, 16-го, да и 17-го столетий нужны были для защиты собак, потому что в лесах, где водились медведи, волки и кабаны, широкие ошейники с шипами защищали уязвимую шею пса. А в штате Массачусетс, США, на территории Детхэм-сквер, находится музей плохого искусства. В нем демонстрируются коллекции самых невероятных и абсурдных экспонатов. Музей состоит всего из двух павильонов, способных вместить в себя примерно 40 экспонатов. При этом в архиве музея находится более 400 предметов альтернативного искусства. Исходя из сложившихся обстоятельств, руководители музея периодически меняют демонстрируемые коллекции, а также проводят выездные показы. Ну что же, по всей вероятности, музеи всякие нужны. Субтитры создавал DimaTorzok